Заместитель главы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич посетил Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Повод для встречи с преподавателями и студентами – единый день информирования. Его тема – перепись населения, которая пройдет с 4 по 30 октября. Главные особенности компании – отказ от бумажных носителей и широкое использование современных технологий. Данные, которые будут получены, повлияют на планирование будущей жизни страны в перспективе. Важная часть встречи – общение с аудиторией. Избирательная компания – молодежная политика. Заместитель главы администрации президента ответил на все вопросы. В Гомеле состоялось очередное заседание областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Среди рассмотренных вопросов – создание безбарьерной среды для людей с ограниченными физическими возможностями. В нашем регионе чуть более тысячи избирательных участков. В областном центре – 208. Во время заседания озвучивается цифра. Требованием безбарьерной среды соответствует 67% из них. В качестве примера приведены условия, созданные в средней школе номер 72 областного центра, в которой располагаются четыре участка для голосования. Специалисты уверяют, в день основного голосования будет обеспечена возможность инвалидам-спинальникам выполнить свой гражданский долг как по месту жительства, так и непосредственно на участках. Кроме того, помогать пожилым людям, маломобильным группам на участках для голосования будут волонтеры. Речицкий район дал старт патриотическому республиканскому проекту во славу общей победы в Гомельской области. В парке Победы райцентра прошла церемония передачи капсул с землей с воинских захоронений периода Великой Отечественной войны. Сбор земли с мест воинских захоронений ведется во всех районах. Затем в области сформируют общую капсулу. 9 мая капсулы со всей Белоруссии поместят в ниши храма памятника в честь всех святых в Минске. Планируется, что там же откроется музей. В Гомельской области стало больше бойцов наркоконтроля. Штат подразделения аналитической разведки управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми расширен за счет введения дополнительных должностей. Это продиктовано реалиями времени. Сейчас торговля наркотиками все больше уходит в интернет. Меры противодействия этому опасному явлению обсуждали на заседании Гомельского горосполкома. Как был озвучен, региональный наркоконтроль усилили сотрудниками, обладающими специальными знаниями, в области современных компьютерных технологий. В Гомельском регионе порталом 115 Бел активнее всего пользуются жители областного центра. С начала года от жителей области на портал «Мой город 115 Бел» поступило более 7600 запросов, при этом почти 7000 от проживающих в областном центре. Чаще всего горожане поднимают темы, касающиеся дорожно-мостового хозяйства, уличного освещения, озеленения, санитарного содержания города и водоснабжения. И всех поступивших запросов уже решено 74%. Областной этап республиканского семейного проекта «Властелин села» прошел накануне в Речице. Участникам предстояло справиться с заданиями семи конкурсов. Организовать семейное подворье, предоставить видеоролик, визитную карточку, семейный праздник или традицию, а также запрячь и распрячь лошадь с телегой, продемонстрировать знания истории и традиций белорусской деревни, проявить спортивную прыть. Согласно решению Генеральной Ассамблеи ООН, ежегодно 21 сентября отмечается Международный День мира. Во время посвященного этой дате торжественного собрания неоднократно подчеркивается «Беларусь – страна мира, дружба и согласие». Для страны, которая во время Великой Отечественной войны потеряла каждого третьего жителя, мирное небо над головой – это не просто пожелание. Для достижения этой цели предпринимается многое, в том числе на региональном уровне. Международный молодежный лагерь мира и дружбы, марши мира, чествование человека труда, присуждение звания «Дитя мира». Это лишь некоторые из акций, которые проводит областное отделение Белорусского фонда мира. Кстати, на следующей неделе здесь по традиции планируют поздравить родителей, чьи дети появились на свет 21 сентября.